2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Недельный раздел называется «Китаво» — «Когда придешь». Это 50-й раздел Торы и 7-й раздел книги «Второзаконие». Своё имя получил по первым словам текста, содержит стихи с 26-й главы по 29-ю главу 8-й стих. Вы знаете, я никогда стараюсь не рассказывать, как должна быть Тора, как я не люблю, что в ней написано, краткое содержание, потому что я хочу, чтобы вы ее читали. Но сегодня я отступлю от этих правил. Потому что то, что я буду говорить дальше, зависит от того, что там написано. Итак, там вначале говорится о первых плодах, бекурим, о том, что первые плоды надо приносить в храм, десятина. Второе потом о том, что как надо переходить через речку Иордан, о том, что там надо построить жертвенник, нанести на нем определенные, как это называется, извести, написать на нем слова Торы. И потом пошло благословение и проклятие. И вы знаете, я начал читать этот момент, благословение и проклятие, и вдруг остановился на какой-то момент, я сейчас прочитаю этот стих. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не знаешь ты делать, да коли не будешь истреблен». И вдруг я подумал, подожди, что-то я читаю не то. Что-то, ну, вроде бы как-то странно. «Пошлет Господь на тебя проклятие», я думаю, о каком же Боге я говорю? Знаете, ну, и тут какой-то богословский вопрос серьезный. Если проклятие – это зло, как оно может исходить от Бога добра, милости, любви, милосердия? И я как-то вот так, знаете, вот есть такое выражение у компьютерщиков, я завис, моя система зависла. То есть, вроде бы и Бог, и вроде бы говорит такие слова. И вот тут я решил, почему я кратко объяснил, ну, прочитал вот это все, что написано. Вы знаете, я хочу поговорить сегодня об образе невидимого Бога. Еще раз повторю, образ невидимого Бога. И вы спросите, при чем же здесь проклятие и благословение? Ну, знаете, Бог не изменяется. И в числах 23 глава 19 стих говорит, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнить. И в некоторых переводах очень интересный момент. Он говорит, что Бог не колеблется, то есть не только не лжет, он не колебается. Ну, знаете, вот, как человек. Он говорит, да и нет. И так же самое, что когда он говорит, что он ли скажет и не сделает, то есть буквально там такой перевод, что он не изменяет свое мнение, то есть он не изменяет, потому что он боится, там буквально, чтобы угрожали ему. То есть Бог не боится никого. У нас существует образ. То есть, знаете, Писание говорит, что да не будет у тебя других богов, да? Я правильно говорю? И образ Бога, таким, каким мы его видим, формирует нашу веру и формирует наше поклонение Богу. И, конечно, мы понимаем, что когда Израиль выходил из пустыни, из Египта, Второзаконие 4 глава 12 стих, «И говорил Господь к вам на горе и среде огня, глаз слов его вы слышали, но образа не видели, и только глаз». Ну, то есть, голос его был слышен, а они не видели. Они видели реальные какие-то чудеса, они видели горы, которые исторгали пламя, они видели звуки, там буквально написано, что люди видели звуки. Понимаете? То есть, это очень интересный момент. То есть, они вошли в другую реальность, когда пришел Бог. И вот, о чем я говорю. Но им не помешало то, что они не видели Бога, потом сделать тельца. И они сказали, вот это наш Бог. Вот Бог, который вывел нас из Египта. Так или нет? Но они же его не видели. Образ. Я хотел бы чуть-чуть поговорить об образе Бога. Понимаете? Я почему остановился на проклятиях и благословениях? У нас существует определенный, скажем, такой стереотип мышления. У нас есть такой, Бог, Он вот такой, а вот таким Он быть не может. Ну, потому что, ну, неудобно нам. Бог, Он хороший, Он любит нас. Правда? Он заботится о нас. Правда? Он дает нам силы. Правда? Он дает нам исцеление. Правда? А если Он не дает это, значит, Он не наш Бог. Это не тот Бог, который нам нужен. Это не тот. Потому что, значит, это враг, это дьявол, это какие-то обстоятельства. Это не Бог. Но мы читали, что Бог не изменяется. И очень часто в нашей жизни Бог, Он немножко не такой, какой Он есть на самом деле. Мы берем образ Бога, знаете, есть такое выражение, образ прилизанного Бога, причесанного Бога. Мы его делаем таким, каким нам удобно. И здесь, как в том фильме, вот это мне подходит, это мое, это мое, а это не мой размерчик. Вот это я не буду исполнять. А Бог говорит, я не изменяюсь. И Он говорит, есть благословение и есть проклятие. И мы читали, что они исходят даже и от Бога, проклятие. А давайте посмотрим болезни Иов, да? Знаменитый Иов. От какого была болезнь вообще? Кто допустил, чтобы Иов заболел? Давайте скажем, Бог... Понимаете, в чем идея? Идея такая, когда мы, как люди, народ Божий, видим ущербленного Бога, то мы не можем войти в то, что приготовил нам Бог. Потому что Бог, Он любящий Отец, но и Он справедливый судья. Бог силен исцелять, но и Он допускает в нашу жизнь испытания, чтобы изменить нас, чтобы мы вошли в победу. Это правда. Это Бог, который не меняется. Бог суверенен. Он, знаете, слово суверенен. Он тот, кто Он есть. И Он сказал. И это слово неизменно. Но мы порою говорим, нет, 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 это нас не устраивает. Бог нам такой не нужен. И поэтому Бог вызвал Израиль, поставил на одну гору и на вторую. И кто говорил слова Божьи, проклятие и благословение? Скажите. Левиты. Они говорили, проклят человек, который сделает себе вот кумира и будет ему тайно поклоняться. Все говорят, аминь. И тут же после этого Он говорит, благословен ты на входе и на выходе. И мы сразу говорим, аминь. Мы же хотим быть благословенными на входе и на выходе. Но несколько стихами ниже Он говорит, прокляты вы на входе и на выходе. Почему? Если вы не будете слушать глаза Бога и исполнять, и написано, стремиться хотя бы, стремиться к тому, чтобы сделать это. Бог не причесанный. Он не находится в наших рамочках. Он не находится в наших пониманиях и представлениях. Он Господь. Он Царь. Он Всесильный. Он Творец Вечности. Он Бог сильный и крепкий. И при этом Он любящий Отец. И при этом Он милующий. И при этом Он такой, какой Он есть. Его имя Яхове. Я тот, кто Я есть. Я неизменный. Но, к сожалению, иногда мы рисуем не тот образ. И мы следуем не за тем образом. И мы делаем... И потом мы удивляемся, что в нашей жизни происходит что-то не то, как чего бы мы хотели. Потому что если бы Израиль не послушался Бога и не сделал, как Бог сказал ему, они бы не вошли в эту землю обетованную. Потому что даже Иордан перейти надо было, определенное было условие. Что построить? Памятник, жертвенник, нанести на него определенное, сделать действие. Мы платим цену. Наша вера, она имеет цену. Ишуа говорил. Помните, да? Вот вам еще один пример причесанного Бога. Люди смотрели на Ишуа и говорили, кто ты такой? Машия, Мессия, Христос. Они ждали другого Мессию. На коне с саблей, который войдет, разгромит, победит, посадит всех на трон. А он пришел скромным плотником. Он умер на Голгофском кресте. Он воскрес. Помните? И не было в нем ни вида, ни величия. И это образ великого царя. И этот царь придет потом, как судья праведный. И он будет судить народы, написано. И поставит одних по левую, и вторых по правую. И одни пойдут в бомб Божий, а вторые пойдут в гиену огненную. Страшно? Нет, мне не страшно. Я знаю Бога, который на самом деле такой, какой Он есть. Знаете, каждый человек имеет, знаете, вот отец. Он любит своих детей, но он всегда будет заботиться, чтобы его дети не попали в проблему. Он будет... Писание говорит, что он наказывает, если любит. Как мы принимаем его наказание? Обижаемся и говорим, Бог, ты что? Кто ты такой? Как ты смеешь? Или мы принимаем с благодарностью и изменяемся? Бог говорит, не лезьте пальцем в резетку. А мы же лезем. А потом говорим, что ж ты не поставил там защиту? Как ты посмел? Но это правда. Знаете, образ Бога настоящего мы можем найти в Писании. Мы должны читать то, что нам нравится, и то, что нам не нравится. Тот Бог, который был вчера в Старом Завете, он Бог Нового Завета. Когда-то была ересь. Бог Старого Завета – злой Бог. Бог Нового Завета – добрый Бог. Это неправда. Это ложь. Это клевета дьявола. Бог вчера, сегодня неизменный. И поэтому, когда ты читаешь, я читал вот это, я остановился на проклятии и благословении, я вдруг, знаете, осознал, это все исходит из одного источника. Но только оно зависит от нас. Если мы исполняем его волю, мы будем видеть то, что Бог обещал, благословлю. Если мы будем делать, что мы хотим, мы увидим вторую часть этой стороны. Правильно Писание говорит, апостол Яков, он говорит, что да не думает всякий человек, который проходит испытание, говорит, что Бог меня искушает. Бог не искушает злом. Но каждый человек искушается собственной похотью. А помните дальше, похоть, за чем рождает грех, а грех рождает смерть. Поэтому я вас хочу, знаете, к чему призвать? Чтобы мы научились смотреть на Бога таким, каким Он есть. На то, что нам нравится, и не на то, что нам не нравится. И когда мы увидим Его таким, каким Он есть, вы знаете, я вам открою маленький секрет, мы увидим себя такими, какими есть. Потому что мы же сотворены по Его образу и по Его подобию. У нас часто есть образ, но нет подобия. Но мы можем преобразоваться в Его подобие, в Его. Помните, да, мы преобразуемся в образ Христа, Машеяха, в образ Божий. Поэтому мое желание перед Богом, лично для себя и для каждого из вас, читайте Писание. Молитесь к Нему. Говорите о Нем. Рассуждайте о Нем. Смотрите на вещи такие разные, знаете, где хорошо, болезнь, где исцеление. Все от Него, все к Нему, через Него. Это важно. И тогда наши жизни поменяются. И тогда мы будем входить в то прекрасное, в то великое, что приготовил Бог для нас. Давайте мы помолимся. Отец, во имя Ишоа, мы просим Тебя, чтобы Ты благословляя благословил нас. Мы нуждаемся, Боже, познать Тебя, как Ты познал нас когда-то. Мы нуждаемся, Боже, находить, Боже, Тебя в том, где нам казалось, Тебя нет. Мы хотим, Боже, наслаждаться Тобой, обучением. 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. История. История. История.